Если абстрагироваться от того, что это скриншот, и скриншот-то это макета, возможно, типа, всё будет ещё, так знаете, более-менее нормально, слишком круто. И возможно, что, тем более, андроид, знаете, можно будет... И то есть, вы можете выразить своё мнение по поводу всего этого в комментариях, сказать, как вам нравится. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вот когда ты очень часто рассказываешь о чём-нибудь на, вот, знаете ли, вот просто постоянно об этом говоришь, мол, то, это, не то, постоянно переживаешь, говоришь, мол, вот как у пацанов там всё будет, как они всё это сделают, как они всё это провернут, а смогут ли они сделать то, а не смогут ли они сделать это. И ты просто такой вот внутренне вот переживаешь, такой думаешь, блин, пацаны, ну сделайте уже в самом деле, так как вот это вот всё должно быть. А потом вспоминаешь, что рассказываешь про проект Brilliant RP, и то, что там, ну, возможно ли вообще такое? Разумеется, возможно, чтобы всё у них там было хорошо. Но потом вспоминаешь, что это Diamond RP, потом вспоминаешь, что это КРМП, потом вспоминаешь, что это КРМП на Android, потом вспоминаешь, что они, знаете ли, там, выкладывают скриншоты скинов, и такой, типа, ебать. А, ребят, точно всё нормально? Не, у вас вот точно всё хорошо, типа, всё отлично, вы себя, ну, нормально чувствуете, вы, там, знаете, не хотите поспать, идти, там, знаете, прилечь, там, отдохнуть, некоторые прочие, возможно, вещи сделать. Типа нет, нет у вас такого, типа, может, вы заработались, может быть, вы, я не знаю, исписались, может быть, вы устали, там, что-то прочее сделали. Нет, нет у вас такого. Ну ладно, тогда давайте уже перейдём непосредственно к самой вот этой вот новости касательно Бриллиант РП, вот то, что они там делают, то, что они там рассказывают, то, что они там показывают, и всё-всё-всё-всё-всё вот это вот прочее. Сегодня, значит, захожу в журнал свой любимый, название называть не буду, без особой крайней необходимости, вы сами должны знать, какие журналы в GTA Sampe стоит читать, какие не стоит читать, что можно, что нельзя, что говно, что хуйня, что вообще поебень, но вот, тем не менее, ладно. Всё дело в том, что появился первый скриншот макета лаунчера Бриллиант РП. Там, знаете ли, показали загрузочный экран, и вот в целом, если говорить, если вот так вот смотреть, то, если абстрагироваться от того, что это скриншот, и скриншот-то это макета, то, ну, всё выглядит, знаете ли, очень футуристично и очень круто, но будет ли это всё реализовано так, как это показано, особо-таки непонятно, потому что вот мы помним уже, да, как у них выглядят вот эти вот модельки машин, как у них там всё это выглядит, как у них выглядит, допустим, тот же самый гараж, как у них выглядят прочие вещи, и смотря на всё это, ты думаешь, а смогут ли они сделать, ну, хоть что-то нормальное, чтобы, ну, хоть что-то крутое было. Возможно вообще такое, нет? Потому что лично я в это, ну, так сказать, не особо верю. Потому что, глядя на то, что было до этого, возможно, ладно, ладно, возможно, когда я видел только, вот знаете, какие-то самые первые вот эти вот их все наработки, когда я только видел какие-то скриншоты, когда вот я только вот видел все эти вещи, мне казалось, что, возможно, типа, всё будет ещё, так знаете, более-менее нормально. Тем не менее, потом, когда пошли, знаете, какие-то скины, когда пошли вот эти вот все модельки машин, когда пошли прочие вещи, и ты начал вот на всё это смотреть, как-то во всё это вглядываться, делать какие-то, возможно, разборы, обзоры и всё прочее, то так радужно, так оптимистично и так круто уже, ну, знаете ли, не стало абсолютно. Потому что, ну, ну, блять, ну такое себе на самом-то деле, потому что, как бы вам сказать, как бы вам сказать, ну, вот КРМП, Даймонд РП, Бриллиант РП и всё вот это, знаете, вместе оно стакается, оно вот просто вот так вот проходит, и ты думаешь, ммм, а сделают ли они хоть что-то нормальное? Будет ли у них хоть что-то хорошее в этом плане? Или всё-таки всё будет как-то по-старому, как-то, ну, вот так, как оно вроде как и должно быть, или не должно, ну, в общем, это ужасно, это в самом деле ужасно, и вообще, в целом, если посмотреть на вот этот вот весь загрузочный экран, то, разумеется, что он выглядит, ну, слишком красиво, слишком круто, и возможно, что я допускаю такую, по крайней мере, вероятность, что весь бюджет Бриллианта РП, он ушёл у них вот в этот вот загрузочный экран, и то, что вот, ну, всё, то, что там модельки машин, модельки скинов, прочие вот эти какие-то модельки, вот эти карпаки, прочие вещи, то есть, а на них решили, знаете ли, сэкономить, чтобы чел входил, вот этот вот загрузочный экран видел, вроде бы нормально, вроде бы круто, и такой, типа, ой, да поебать, ну, чё, я там давно в КРМП не играл, тем более, андроид, знаете, можно будет дома, где-нибудь в школе, там, на парах, ещё где-нибудь можно будет поиграть, похуй, поебать, скачаю вот, глядя на всё это, другой же стороны, ну, выглядит, эм, ну, вот, и вот, вспоминаешь, всё это, гараж выглядит круто, типа, нормально, вполне, и то есть, ну, в самом деле, если, если всё было бы на уровне гаража, то я бы ещё подумал, что бриллиант РП, он, знаете, он вот хочет что-то сделать крутое, а так, нет, однако, в любом случае, это только какие-то мои догадки, мои какие-то вот эти вот вещи, и так далее, вы можете выразить своё мнение по поводу всего этого в комментариях, сказать, как вам нравится, как вам не нравится, как думаете вообще вы, что там будет за бриллиант РП, и будет ли вообще у них хоть что-то, я, кстати, играл на проекте Аризона Рулиплей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании, там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, там же находится мой никнейм Данте Коннор, там же мой промокод NoToxic54, всем спасибо, увидимся тут же, завтра, ну, я надеюсь, что в 20.00, но во сколько точно, вы можете узнать, если поставите колокольчик на канал, и включите везде уведомления, и всё будет отлично, поэтому, ну, ставьте, подписывайтесь, и рассказывайте, может быть, друзьям каким-нибудь, ну, это уже, знаете, как-то в 2013 год мы вернулись со всеми этими, рассказывайте друзьям, всё прочее, поэтому, ну, не особо интересно, а ладно, всем спасибо, хотя за что, до свидания, всем Дан.